МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этот же день в отношении угонщика было составлено 5 административных материалов, а также возбуждено уголовное дело. Сам мужчина задержан. Всего за прошедшие предвыходные и выходные дни было задержано 23 водителя, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения. 47 водителей управляли транспортными средствами, не имея права управления. Зарегистрировано 40 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека получили телесные повреждения. В Светлогорском районе мужчина совершил наезд на опору нелиняя электропередач, а в Брагинском районе женщина не справилась с управлением и совершила опрокидывание. За прошедшие выходные и предвыходные дни в Гомельской области зарегистрировано 3 пожара, на которых погиб один человек, повреждено 3 строения. Вчера около 8 вечера спасатели Брагинского районного подразделения МЧС выехали по сообщению о пожаре жилого дома в деревне Городище Брагинского района. При проведении разведки звеном газодымозащитной службы на стуле в жилой комнате была обнаружена женщина, пенсионерка 1959 года рождения, без признаков жизни. Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий – это неосторожное обращение с огнем при курении. В результате пожара огнем повреждена кровля и уничтожено имущество в жилой комнате. Вечером в пятницу на железнодорожном переезде станции Старая Рудня Жлобинского района пассажирский поезд «Гомель-Минск» сбил человека. Житель деревни Осиновица переходил пути на запрещающий сигнал ЖД семафора. С диагнозом «открытый перелом нижней челюсти» и переломом пальца правой руки пенсионер 1949 года рождения был доставлен в районную больницу. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания.